Давайте наберём тысячу лайков, и продолжение выйдет очень скоро! Если вам понравится это видео, ты поставишь лайк и подпишешься на наш канал и канал Димы, ссылочка на который будет в описании к этому ролику. Обсуждай наш выбор и пиши комментарии под этим видео. Ну что, погнали! Смеркалась, на столе блистая, шипел вечерний самовар, китайский чайник нагревая, под ним клубился лёгкий пар. Десятое место. Лина Иванова. Её голосом все восемь фильмов о Гарри Поттере говорит Гермиона Грейнджер. Лина окончила Российскую академию театрального искусства и с тех пор играет в спектаклях Государственного театра киноактера. В 2010-2011 годах она снималась в телесериалах, а наибольшую известность ей принесла работа в озвучивании зарубежных фильмов и сериалов. Она дублировала около 80 персонажей. В основном Лина озвучивает молодых девушек. Среди персонажей, которых озвучила эта актриса, Латика в «Миллионерии струщоб», Кармен Кортес из трилогии «Дети шпионов», ну и, конечно же, наша любимая Гермиона. Конечно, мне приходится что-то делать с голосом, потому что она подросток, а я уже нет. Когда я пишу какого-либо персонажа, то когда я его вижу перед собой, то мой голос, он меняется автоматически. Мгновенное переключение образа, звука, голоса. То есть человек должен хорошо слышать, желательно заниматься музыкой для этого, развивать свой слух. Красивые и умные, как я вижу. Девятое место. Лариса Никипелова. Российская актриса театра кино и озвучания. Окончила Киевский театральный институт, работала в труппе Тбилисского русского театра в Рижском Тюзе и во Мхате имени Горького. Профессионально занимается дубляжом иностранных фильмов и мультфильмов. Трудилась над дубляжом таких известных проектов, как «Губка Боб», «Твин Пикс», «Робот по имени Чапи», «Махни крылом», «Война и мир» и других. В ее послужном списке участие более чем в 400 проектах на данный момент. Лариса Никипелова – это настоящий профессионал. Благодаря таким людям мы понимаем кино и смотрим его с удовольствием. Можно только поражаться ее умению преподнести, оживить, очеловечить героя, сделать его естественным и запоминающимся. Вы надломлены, зациклены и верите в сверхчеловека. Точнее, в себя самого. И кто-то вас явно любит. Если бы я била вас по лицу, то тоже пощадила бы нос и зубы. Я женщина, которая хочет любви. Настоящий. Сумасшедший. Неудобный. Всепоглощающий. Восьмое место. Марина Тарасова. Советская и российская актриса кино. Режиссер и актриса дубляжа из-за кадрового озвучивания. Еще в 1984 году она дублировала «Изабель Юпер» в картине «Кружевница». А в 90-е годы она подарила свой голос таким голливудским кинодивам, как Сигурни Уивер, Шэрон Стоун, Джулия Робертс и Холли Берри. Большинству зрителей она также запомнилась голосом героини Сары Джессики Паркер и на протяжении многих лет озвучивала ее героиню в «Сексе в большом городе». Седьмое место. Ирина Киреева. Получила известность как мастер дубляжа и озвучивания. Впервые попробовала себя в этом качестве, приняв участие в озвучивании боевика «Крепкий орешек». Озвучивала Милу Кунис в фильме «Секс по дружбе». А в фантастическом триллере «Люди Икс. Первый класс» озвучила американскую актрису Зои Кравец. В известном фильме по мотивам романа Александра Дюма «Мушкетеры» актриса дублировала роль Миледи де Винтер, которую исполнила американская актриса с русскими корнями Мила Йовович. Озвучивала роли в популярном турецком сериале «Великолепный век» и «Великолепный век. Империя Кёсин». Основанная гениальным ученым профессором Джеймсом Маркусом. Основанная гениальным ученым профессором Джейсоном Маркусом. «У него была дочь Алисия, страдавшая от брагирии». «У него была дочь Алисия, страдавшая от брагирии». «Когда закончится это безобразие?» «Мам, отвянь от него, все равно Гомер куда-то схилял». 6 место. Ирина Савина. Советская и российская актриса театра и кино, озвучивание «Заслуженная артистка России». Вместе со своим мужем она участвовала в русском озвучивании мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама». Также Ирина Савина дублировала все женские роли в легендарном сериале «Секретные материалы». Ее голосом говорили героини фильмов «Полицейская академия», «На гребне волны», «Темный рыцарь», «Детсадовский полицейский» и много-много других. Также Ирина озвучивала множество компьютерных игр, например, таких как «Элдер Скроллс», «Обливиан» и «Скайрим», «Уолд оф Варкрафт» и «Ассасин Крид Оригинс». «Барт, ну как ты можешь так говорить? Ты должен был задуматься о том, что животные, например, киты, гибнут по всей планете, и нужно сделать все возможное от людей, чтобы сохранить им жизнь». «Да иди ты!» В первый раз я озвучила «Мстители», еще думала, что за такое, как смешно какое-то это патриотическое героинское кино какое-то, да что это такое? А когда я пришла в зал, и, видимо, эффекты, все эти там 3D или что, шумы, я настолько прониклась, мне действительно, я вышла, я подумала, все, я стану чище, добрее. Пятое место. Татьяна Шитова. Российская актриса театра кино и озвучивания. Голосовую работу начинала на озвучке рекламных роликов. В дубляж попала в 2003 году по приглашению Всеволода Кузнецова. В разное время на русский язык озвучивала таких актрис, как Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Эмму Стоун, Кэмерон Диас и Линдси Лохан. В ее послужном списке озвучивание ролей в таких фильмах, как «Величайший шоумен», «Ла-ла-ленд», «Трансформеры», «Тор», «Мстители» и многих других. В 2017 году компания «Яндекс» заявила, что прототипом их синтетического виртуального помощника Алисы является голос Татьяны Шитовой. Я начинала от того, что я вообще не поняла, что это за актриса появилась, что она как-то плохо играет, и мне она совершенно не нравилась. Бартон Перебежчик. Трубочку не вешай. Я слышу необыкновенной красоты голос, который звучит. Экран совершенно пустой. Я одна в зале. И голос говорит мне. Твой голос узнает мир. Четвертое место. Ольга Плетнева. Российская актриса театра и кино с середины 90-х годов занимается дубляжом и закадровым озвучиванием. Принимала активное участие в дубляже и озвучивании зарубежных фильмов и сериалов. Например, она озвучивала Саманту из «Секса в большом городе». Ее голос им говорят многие актрисы Голливуда, такие как Моника Белучи, Ким Бессинджер, Кейт Бланшетт, Сандра Булок, Мила Йовович, Ума Турман, Кэтрин Зетта Джонс и другие. Некоторое время даже работала режиссером дубляжа. Однако в настоящее время Ольга все реже участвует в озвучивании, утверждая, что в последнее время идет поиск новых молодых и интересных голосов. Еще вот так наклонюсь. Ты будешь меня спасать? Нет, я серьезно. Все, я не смотрю. А какой этаж? Смотри, я не держусь, не держусь. Ладно, все, извини. Раскрывая агента, в оборот берут не только его, но и его близких, ты же знаешь. Да. Помнишь, что было с женой Хенли? Да, конечно. Громкая связь. Милый, перезвони, как только услышишь это сообщение. Хорошо, родной, как только услышишь. Третье место. Ольга Зубкова. Известная российская актриса театра кино и дубляжа. В настоящее время занимается дубляжом и закадровым озвучиванием зарубежных фильмов и телесериалов. Озвучивает документальные фильмы, компьютерные игры и рекламные ролики. Одна из ведущих отечественных актрис дубляжа. Ее голосом говорят многие актрисы Голливуда, такие как Анжелина Джоли, Кейт Бланшетт, Джулиана Мур, Карла Гуджина, Шерли Стерон, Мишель Пфайфер и Сигурни Уивер. Всего озвучило более 180 фильмов, среди которых Тор, Сайленд Хилл, Мистер и Миссис Смит, Троя, Властелин Колец, Чужие, Секс в Большом Городе и многие другие. В церкви Господь через дедушку предупреждал нас именно об этом. Ты должен избавиться от этого свина. Расстаемся с тобой навсегда, навеки. Да мы же в одном подъезде живем. Второе место. Людмила Гнилова. Советская российская актриса театра кино и дубляжа, заслуженная артистка РСФСР. С начала 80-х годов прошлого века озвучивала отечественные и зарубежные мультфильмы. Сегодня активно работает на озвучивании зарубежных фильмов и сериалов. Из иностранных проектов ее участие можно отметить в таких картинах, как японский аниме «Спидигонщик», фантастический фильм 68-го года «Планета обезьян», новые приключения Тома и Джерри, популярная фантастика Стивена Спилберга «Инопланетянин» 1982 года, сериалы «Санта-Барбара», «Скорая помощь», «Приключения Миши Гами», «Настоящие охотники за привидениями», «Утимные истории», «Чип и Дейл спешат на помощь» и «Черный плащ» 1991 года. Первое место. Елена Шульман Российская актриса кино, профессиональный диктор, мастер дубляжа и закадрового озвучания. Елена Шульман принимала участие в озвучивании более 500 сериалов и телевизионных фильмов. В дубляже ее голосом говорят Кэтрин Зетта Джонс, Ева Мендес, Кирстен Данст, Моника Белуччи, Дрю Берримор, Сигурни Уивер и многие другие. Кроме того, подарила свой голос персонажам российских и иностранных анимационных фильмов, таких как Карлик Нос, Смешарики, Алеша Попович и Тугарин Змей, Иван Царевич и Серый Волк и многим другим персонажам мультфильмов и компьютерных игр. Ну что ж, теперь вы знаете о самых лучших российских актрисах дубляжа. Кого из них вы узнали, а каких может быть мы забыли упомянуть? Расскажите в комментариях. Топ-Вотч благодарит канал Дмитрия Череватенко за совместную работу. Не забудьте подписаться на его канал, там много всего интересного. А если вам понравился этот ролик, то не забудьте подписаться и на наш канал и поставить, как всегда, жирнющий лайк. Удачи и до новых встреч на канале Топ-Вотч.